У Абдусатора небольшая мастерская, в ней он ремонтирует технику, обувь и мебель. А еще он чинит коляски для людей с ограниченными возможностями. И делает это совершенно бесплатно. Ведь он сам живет с инвалидностью. В детстве переболел полиомелитом. И поэтому он понимает, таким людям в Таджикистане живется тяжело. До сегодняшнего дня на колясках ничего не заработал. По себе знаю, что если у моего клиента были бы деньги, он купил бы новую коляску. От безденежья приходят эти коляски чинить. Чтобы обеспечить себя работой, приходится постоянно чему-то учиться, говорит Абдусатор. Одной специальности недостаточно, чтобы прокормить семью. Здоровым людям найти работу сложно. А уж людям с физическими особенностями трудоустроиться практически невозможно. Первая моя специальность – художник. Я также сапожник, шить умею, готовить люблю. Еще и электрик. Дома проводку сам делал. Сантехнику могу устанавливать, ремонтировать жилье, мебель обучен делать. У Абдусатора жена с ограниченными возможностями. Сын отстает в развитии. Только одна дочь полностью здоровая и сейчас учится в школе. Сын получает образование дома. Несмотря на ограничения, проблемы с ногами, жена ведет все хозяйство и успевает помогать мужу. Вышивку делаю, подушки подшиваю, на колыбельную покрывала, тюбетейки. Пока только это. Абдугафор успешно закончил 9 классов и сейчас учится в ПТУ для людей с инвалидностью. В следующем году он собирается поступать в университет на юридический факультет. У молодого человека нарушение речи и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но несмотря на недуг, руку он не опускает. Сейчас он не только готовится поступать, но и преподает в родном ПТУ. Те специальности, которые уже изучил. Абдугафор понимает, что никто ему не поможет устроиться в жизни. И всего добивается сам. Учу людей с ограниченными возможностями на сапожников. Обучение первой группы моих учеников продолжалось два месяца, с мая по июнь. Вторую группу выпустил 6 августа. Вот скоро еще группу учеников на бюро. Мне нравится учить людей с ограниченными возможностями. В Таджикистане, по официальным данным, сегодня проживают около 150 тысяч людей с ограниченными возможностями. Все они получают пенсию. В среднем 23 доллара. Этих денег не хватает не то, что на жизнь. Их недостаточно и для покупки необходимых лекарств. Более или менее обеспечены дети с особенностями в развитии. Они проживают в специальных медучреждениях. Финансирование содержания детей с инвалидностью, обитателей учреждений, постоянного проживания сферы здравоохранения и социальной защиты населения в год составляет 24 миллиона суммуний. То есть на одного ребенка приходится свыше 14 тысяч суммуний в год. В некоторых городах и районах большинство детей и подростков, которые из-за родственных браков получили ограничения, лишены первой медпомощи и доступа к образованию. Большинство взрослых таджикистанцев с инвалидностью не могут найти работу не только из-за отсутствия вакансий для них. В большинстве учреждений и организаций просто нет инфраструктуры. Пандусов, специально оборудованных рабочих мест и туалетов. В рамках законодательства, то статья 26 закона Республик Таистан о социальной защите инвалидов четко определяет, что любая организация, вне зависимости от формы собственности, если там работает больше 20 человек, то 5% должны составлять лица с инвалидностью. Но насколько этот закон выполняется, конечно, большой вопрос. К большому сожалению. Мы несколько раз обращались как в правительство Республик Таистан, так и в Министерство труда и здравоохранения по поводу того, чтобы данная норма закона выполнялась и надзор на детям был на должном уровне. В настоящее время, если элементарно взять, я думаю, и вы, если будете искать, не найдете статистику о том, сколько лиц с ограниченной возможностью сейчас реально трудоустроены и работают. Большая часть специальных предприятий для людей с ограниченными возможностями, учебных комбинатов, работавших по всей стране в советские годы, закрыты из-за нерентабельности. Местные власти не хотят держать на балансе убыточные предприятия. Те, что работают, выпускают небольшой объем продукции. Госзаказов, как и спроса, практически нет. Государство делает определенные закупки по определенным товарам. Тем более мы это видим, естественно, если в рамках социального заказа государство будет закупать тот товар, который могут производить такие организации, как общество слепых и общество глухих, я думаю, что они опять смогут выйти на должный уровень и обеспечить тех ребят, у которых нарушение зрения и слуха. Люди с ограниченными возможностями ждут разификации специальной конвенции ООН. Когда она будет принята, они надеются на комплексную поддержку со стороны государства. Это и увеличение пенсий, новые рабочие места и создание социальной инфраструктуры. Анну Шервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия.